На территорию Бобруйской крепости продолжают стекаться десятки машин. Горожане готовятся к патриотическому автопробегу с говорящим названием «Спасибо деду за победу». Каждое в топ произведение искусства. Одни украсили маскировочной сетью и макетом танка из дерева, другие на крыше установили еще одно небольшое транспортное средство. Из колонок звучат песни военных лет. Сегодня такой радостный день, день победы. Это наше, ну наше все. Мы дедов пришли помянуть своих, они защищали нас оружием в руках, жертвуя всем, самая главная жизнь отдали за то, чтобы мы вот жили, нормально себя чувствовали. С каким настроением сегодня решили принять участие в автопробеге и почему? Конечно, с самым лучшим настроением в день, памяти, почтить память нашим предкам, которые отдали за нас жизнь свою. Автопробег позвал патриотов уже девятый год подряд. Количество участников только увеличивается. В 2022-м в колонне 150 машин, а это более полутысячи человек. Организаторы выбрали и лучший автомобиль. Победила, так скажем, Волга. Волга победа символично. Ну и остальные участники, победители, это тоже советский автопробег. Подарки, значит, книги об Абруйске, очень интересные, красочные. И от нашего красного пищевика сладости. 14.00. Колонна начинает движение. Маршрут следования. Карбышево, Минска, деревня Сычково. Курганслава становится финишной точкой в автопробеге. Участники возлагают цветы к подножию мемориального комплекса. На этом месте заложены капсулы землей и 70 братских могил, расположенных в Бобруйском районе. Позже рядом с Курганом на 18-метровом постаменте была установлена символичная композиция высотой 4 метра, два советских воина. Рядом шесть стел в честь героев Советского Союза, погибших на Бобруйской земле. Участники автопробега ставят зрелищную точку. Растягивают государственный флаг вблизи Кургана Славы. Символ суверенитета и независимости Беларуси. Родина, за которую отдали свои жизни миллионы наших соотечественников. Спасибо деду за победу. Беларусы сегодня говорят. В унесу. Максим Кемель, Станислав Чичерин, Максим Галеонко, Бобруйск, 360.